Актриса Людмила Чурсина – само воплощение женственности и природной естественной красоты. И даже сегодня, несмотря на почтенный возраст, она выглядит просто великолепно. А когда-то по этой ледяной красавице сходили с ума многие мужчины. Несмотря на внешнюю холодность и неприступность, в общении Людмила Алексеевна – открытый и приветливый человек. Примечательно то, что Чурсина и не думала становиться актрисой, а в школе очень любила точные науки. Она отдавала предпочтение геометрии и физике, а после окончания школы с золотой медалью планировала поступить в технический вуз и получить серьезную профессию. Но в дело вмешался случай. Ее школьная подруга собралась в Москву штурмовать театральные вузы. Людмила решила составить ей компанию и ради шутки подала документы сразу в три учебных заведения – в ГИК, Щуку и ГИТИС. И во всех трех сдала экзамены. Каково же было ее удивление, когда ее приняли во все заведения. Людмила предпочла Щуку, а вот подруга экзамены с треском провалила. Официальным местом рождения Людмилы считается город Сталинобад, сегодня Душанбе. Но есть версия, что будущая актриса родилась прямо в поезде по дороге в Таджикистан, куда ее семью эвакуировали в июне 41 года. Зарегистрировать новорожденную девочку удалось только по приезду на место. Когда отец кадровый офицер воевал на фронте, мама с маленькой дочкой жили в Сталинобаде. После войны семья Чурсиных воссоединилась, а чуть позже исколесила полстраны – Камчатку, Чукотку, Заполярье и Кавказ. Военная служба главы семейства требовала частых переездов. Когда семья проживала в Тбилиси, маленькая Люда пошла в грузинскую школу. Девочка очень быстро выучила местный язык и освоила здешние традиции. Даже научилась петь национальные грузинские песни. Но в школе она была сорвиголовой и часто получала плохие отметки по поведению. Зато вот сама учеба давалась Людмиле легко. Школу она окончила уже в Великих Луках в городе, где семья проживала до войны. А дальше жизнь завертелась неимоверной быстротой. Во время учебы Людмилы в театральном вузе красивой русоволосой студенткой увлекся преподаватель Владимир Этуш. Причем страсть оказалась настолько сильна, что Этуш даже планировался расстаться с супругой и оставить ее с маленькой дочкой. Но времена тогда были суровые. В дело вмешалось руководство учебного заведения. И роман со студенткой едва не стоил актеру карьеры. Этуш остался с семьей, но позже признавался, что не жалела о своих отношениях с молодой красавицей. После окончания вуза Чурсина поступила на службу в театр имени Вахтангова, где и начала свой творческий путь. Вначале она играла в массовке, потом в небольших ролях, а затем начинающие актрисе стали предлагать большие роли. На театральной сцене Людмила сыграла во многих спектаклях, поставленных по произведениям русских и зарубежных классиков. Также в начале 60-х Чурсина дебютировала и в кино, в драме «Когда деревья были большими», где составила компанию Леониду Куравлеву и Василию Шикшину. А первой ее большой киноработой стала русская эпос «Донская повесть». Одной же из ее самых значимых работ, конечно же, стал фильм «Угрюм река», где актриса воплотила на экране образ роковой красавицы Анфисы Козыревой, умной, гордой и расчетливой, перед которой не смог устоять ни один мужчина. Именно этот проект окончательно закрепил за ней статус одной из первых красавиц советского кино, а от предложений режиссеров с тех пор не было отбоя. Кстати, драма «Журавушка» принесла ей известность и за рубежом. Актриса даже получила приз на кинофестивале в испанском городе Сан-Себастьяно. Русская красавица настолько потрясла западных кинодеятелей, что ее пригласили даже в Голливуд. Американские боссы предложили девушке контракт на три года и съемки в 15 фильмах. Однако власти не отпустили актрису за океан. Не подобает советской девушке работать на территории идеологического противника. Людмила всегда была востребованной актрисой и на театральной сцене, и в кино. Статную красавицу с правильными чертами лица и стройной фигурой режиссеры с удовольствием звали в свои проекты. А вот в личной жизни ей не повезло. Людмила три раза была замужем, и все три брака оказались неудачными. И ее первым мужем стал режиссер Владимир Фетин, с которым они прожили 17 лет. И расстались из-за пагубного пристрастия его к крепким напиткам. Второй избранник кинозвезды – ученый-океанолог Владимир Петровский. Брак с ним продержался всего два года. Но и третий муж – сын генсека Юрия Андропова Игорь. Человек интеллигентный и образованный. Но вместе они тоже прожили недолго. Как позже признавалась сама Людмила, они оба познакомились уже взрослыми людьми, которым поздно было что-то менять в своей жизни. Выйдя за Андропова в 1987 году, Чурсина поняла – он не такой уравновешенный, каким казался. Он, как и первый муж, прикладывался к бутылке и сильно ее ревновал. Жили они сложно, часто спорили, и Чурсина 13 лет уходила из дома. И каждый раз возвращалась к нему из чувства долга. Однажды, придя домой, она увидела дома чужие женские вещи. Оказалось, к Андропову вернулась его первая жена. И актриса окончательно порвала отношения с третьим супругом. Вместе они прожили 4 года. Не получилось у актрисы и с детьми. Вначале она решала жилищный вопрос и занималась своей карьерой. А потом оказалось слишком поздно. Казалось бы, впереди одинокая бездетная старость. Но Чурсина не одинока. У нее есть племянник Алексей и его супруга с детьми. Чурсина по-прежнему востребована в профессии и тщательно следит за своим здоровьем. А главное, она по-прежнему красива и с возрастом не утратила природного обаяния. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу истории Людмилы Чурсиной и ее творчества в кино.